Давненько у нас ничего не выходило в формате крашусь и болтаю, там я вся такая ненакрашенная страшная, понесло мне что-то сегодня на черно-белый вариант. И знаете, я уже активно разносила вот эту черно-белую двойку вот этого товарища в черном флаконе. И еще сейчас пару пробников за кадром вытащу, так что у нас сегодня будет отзыв на 5 ароматов Avon и крашусь и болтаю, посмотрим что получится. Вспомнила все-таки про сыворотку, она же в Project Penny, поэтому надо выливать. И сейчас под глазки невидимый консилер от Faberlic и местами его разотру там, где не мешало бы подскрыть текстуру кожи. Добивание наше из консилера, точнее из Project Penny добивание консилера в Sleek. Захотелось мне сейчас нанести плоской синтетической кистью с розоватым оттенком на глаза, под глаза, вокруг глаз, по всем векам. Как вам нравится, так и называется. Низ желтоватым, сюда. Зеленый консилер-корректор от Physicians Formula за пару лет приобрел странный запах, я его вывела из проекта. Потому что там до дна его выедать и выедать, а уже как-то... Ну, долго он у меня, секунду. Зато вот что я нашла забытая в закромах родины, зеленый корректор от Faberlic. Такими темпами тоже он у меня своей смертью не умрет. Мы все-таки узнаем, когда появляется неприятный запах у корректоров от Faberlic. Так, ну и за кадром я это все спонжем с тональником сравняю. Кстати, вот на ваших глазах образовалась в Project Penny еще одно донышко. Зачем я полезла кистью в пудру, я не знаю. Но вот оно. Так что, может быть, мы тональник сегодня сильно мучить не будем, а отпразднуем еще одно донышко. Это я не окончательно кистью разношу. Спонжем сейчас прихлопну влажненьким, и все классно будет. Я так много сегодня мучаю кнопку пауза, чтобы у нас макияж не уходил по продолжительности в космос. Мне нравится, как сейчас у меня кожа выглядит и на экране, и в жизни. Прихлопнулись хорошо эти консилеры. По-моему, не сильно лицо белее шеи. Или сильно, как вам кажется. Так, давайте возьмем пудру, чтобы белизну убрать. Вспомним, что у меня есть пудра iMagic, очень тонкого помола. Пудра вводится на Алиэкспресс. Для 15 грамм очень мелкой-мелкой классной пудры, там цена вообще небольшая. У меня к ней вообще вот никаких претензий. Это та китайская пудра, которую я, скорее всего, повторю. Кто смотрел все мои запасы декоративки, видел, что у меня моя любимая пудра от Faberlic было 1 штук на момент видео. Сейчас 0 штук, потому что заходила мама, сказала, что пудра кончилась. Так, давайте сразу румяны нанесем. Бесконечное наливное средство для губ и щек. Наношу спонжем тоже от iMagic. Волосатый спонж в конце года уйдет вместе с Project Panem в Орну. Независимо от окончания. Хотя нет, вот эту штуку я не выкину. Потому что купить такую новую негде. Когда ее выводили из каталога, я думала, ну ладно, и туда и дорога, потому что сколько можно пользоваться одним и тем же. А сейчас вот если выкидывать, то новую такую штуку Faberlic не сделал. Наверное, я решил, что хватит, а то так одни румяна на всю жизнь люди покупают. Не дело. Надо провоцировать на более частые покупки. Мне очень нравится этот эффект, который сейчас камера хорошо передает. По-моему, очень-очень натуральный вид, такой живого румянца. Но мы сейчас усугубим, как обычно, контурингом, скульптором и прочим-прочим. Макияж у нас опять будет из Project Pen. И опять будет дневная сдержанная история. Ой, мне дорастушевало. Что-то я многовато махнула, как-то жирно прям. Ой. Что-то мне сегодня потянуло переборщить. Благо у меня рядом есть более серовато-розоватый цвет. И можно влажный спонж попробовать использовать как ластик. Нос я, как обычно, не хочу контурировать. Давайте для видео попробуем, что получится. Как вам разницу видно? Я жестче боюсь, потому что я в жизни обычно этим никогда не пользуюсь. Представляете, вот у меня даже в подростковом возрасте вот к каким-каким частям тела были претензии, вот к носу никогда не было. И к бровям никогда не было. Так, чтобы нам сегодня взять за основу, за основу хочется взять дуахром, очень-очень старый отель. Такое золото античное. У меня вообще тему с сережками и с кофтой. Кофта, кстати, старая-старая. Я не помню, сколько ей лет. Я, наверное, с ней тоже распрощаюсь. Сейчас мы на нее посмотрим. Мы запомним эту черно-белую доминошную тему. И я с ней расстанусь. Она на видео выглядит лучше, чем в жизни. Хочется черно-белую тему продлить на веках. У меня тут, как назло, ничего черно-белого. Чуть-чуть поюзали эту палетку. И переходим к следующему участнику Project Pen. Хочется, чтобы было и черно-белое, и нюдо-воздерженное. Вот что делать? Продолжение следует... Так. Колонок. Колонок увлажняем, просто потыков овлажный спонж. Идем в черный рефил теней. Заодно и сыпаться будет меньше, если вот такой чуть-чуть влажной кистью наносить. Любые тени, с любыми тенями, по моим наблюдениям, это работает. То есть нам нужна кисть не мокрая, а еле-еле влажная. И ложится цвет лучше. И осыпашек меньше. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь возьмем плоский колонок и хочется какой-то красивый-красивый цвет сюда еще добавить. красивых тут вагоны маленькая тележка давайте возьмем вот этот он конечно не поддерживает бело-черную тему как я изначально замышляла он красивый так вот его лучше сильно мокрой кистью наносить чтобы он прям вот такой как в рефеле получился но мы как раз сейчас кисть намочим и нанесем белый по центру яркий чтоб там сидела ну и в этот макияж просто просится белая слизистая карандашик самый обычный от essence а усугубим мы это все черным карандашиком от эйвон blackout гелевый набирая его на самую маленькую на самую тоненькую нет не на самую на вторую по тонкости есть еще тоньше тоже в нем немытая рука схватила эту и вот тут делаю ультра черную линию а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На самом деле два цвета сейчас нанесла крайне потемнее. Так, закончить пришлось за кадром. Вот, теперь я в сомнениях, сколько там получилось по продолжительности со всеми этими прерываниями. Не знаю, как вам. Да, я согласна, я не гуру макияжа. Но быстро, достаточно контрастно, чёрно-бело, и можно поговорить о контрастных парфюмах. Под чёрно-белое настроение, в первую очередь, мы, конечно, про вот эту парочку Attraction Intensive и Fresh вспомним. Они у меня представлены только в виде пробников. Так, минуточку. Ко мне пришёл мой соведущий канала. Он очень-очень хочет общаться. Сейчас всё с моей собачкой. Вот. Итак. Вот моя собачка, да, пришла ко мне. Да, минута нежности. Я против вырезания нежности с домашним питомцем, которые пришли во время съёмок. Я знаю, что не все одинаково любят. Но это мой соведущий канала. Ну, трамуль, давай мы обсудим парфюмерные воды, а потом я тебе ещё поглажу там, мой зайка. Повернись мордой в камеру. Итак, что нам говорит каталог про ноты? Итак, начнём с чёрного, закончим светлой полоской. Итак, Accord Fusion, кардамон и кофе. Вы знаете, за вот эту неделю, пока у меня этот аромат есть в миниатюре, он у меня стал свитерным любимчиком. То есть как раз у нас конкретно похолодало. Появилась необходимость, если выходишь с этим рыжим погулять на продолжительное время, одевать очень тёплый свитер. И как раскрывается этот аромат на свитерах, мне очень понравился. Очень тёплый. Да, он рисковатый. Да, кому-то он покажется скорее даже мужским, чем унисексовым. Половину я выкраскала, потому что он устойчивый. Он реально очень устойчивый на свитерах. Резкость первых нот, может быть, вот эти вот Fusion как раз, ноты, если честно, не знаю ноту Fusion. Очень сложно определить. Это какая-то острота, какая-то кожанность. Вот что-то такое есть в начале звучания этого аромата. Напоминаю, чёрная сторона Intensive. Но она очень быстро сглаживается и остаётся теплота. Может быть, вот действительно похоже на кофе с кардамоном. Но вот сколько я не носила, не подглядывая в каталог, какие ноты, я так вот и... Смотрите, с кофе ни разу не ассоциировала. То есть это тёплая такая базовая, очень уютная нота. Но вот так, чтобы прям как будто облили тебя кофе. Нет, такого не было. А вот белая сторона Accord Fusion, Инжир, Кедр, цветы сицилийского лимона, она, да, она такая уже остренькая. Она уже или молодёжный унисекс такой, или напоминает многие современные воды для молодых мужчин. В общем, мне понравились оба эти аромата. Но они вот именно что понравились. То есть они сейчас на мне даже вместе. Этот Attraction Intense мне показалось хорошо ложиться, как более такой воздушный верхний айсберг на вот этот... Точнее, Fresh хорошо ложится на Intense. То есть когда походили-походили где-то по холодному месту, там, Attraction Intense, захотели к вечеру взбодриться, вспомнить что-то более лёгкое. И в помещении ещё добавили Fresh, чтобы вокруг вас вот это вот такое что-то лимонно-звенящее, струящееся было. В общем, очень они прикольные, но пока полноразмерки не буду приобретать. И хранилище ароматов не резиновое. Нет у меня цели собрать все ароматы Avon или ещё что-то подобное для коллекции. Просто брать не буду. Но возьму на заметку, что ароматы интересные, ароматы приятные. Да, понесло мне что-то в этом сезоне на ароматы Avon. Но и надо сказать, Avon супер потрудились. Буквально сегодня с утреца у Ирины BB Brain на канале разгромный отзыв на вот этот аромат. Аромат, он у нас называется Artistic Oud Grandier. Восточный аромат, мускатный орех, лилия-уд. Она его ругает, Ирина, но она ещё с самого начала, когда этот аромат был анонсирован, он предупреждал, что уд не её нота, ей не нравится и так далее и тому подобное. У меня же за три дня беспрестанной любви с этим ароматом сложился план собрать все мои уды. У меня такая, что прям вау, большая коллекция. Но есть разные уды от разных производителей. И что я вам могу сказать? Конечно, уд от Avon это не Амуруд. Но вот это вот 10 тысяч, вот это на порядок дешевле. Ну, 10 тысяч я образно сказала, но такого порядка цена. Короче говоря, здесь уд в таком мягком, нежном обрамлении, что вот если у вас с этой нотой такие тяжёлые отношения, как у Ирины, то да, возможно, вам очень сильно не понравятся. У меня, например, напряжённые отношения с нотой жасмина, поэтому второй аромат, Амбра, где заявлен жасмин самбак, я взяла только в пробниках в комплекте, с вот этой полноразмеркой. И пробники всё ещё не пробовала. Отзывы на этот аромат будут у меня тогда, когда будет какой-нибудь неважный день, когда если у меня заболит голова от жасмина или рухнет давление, то мне будет это не так страшно, не так критично. То есть не в ближайшее время я буду пробовать эту Амбру. А вот с этим удом просто любовь. Это не острый, он не звучит как мужской аромат. Если вы знакомы с Ифраше Роуз Ут, то вот по степени насыщенности, древесности, мускулинности, вот не больше, чем там. То есть очень спокойный уд, да, это закос подвосточные ароматы, но очень такие европеанизированные. И если там Ифраше, я имею в виду, розой и пряностями уд обрамляли, то здесь, конечно, вот мускатный орех и лилия, они добавляют какой-то загадочности, сладости. При этом вот на мне он совершенно не душный. То есть нет какой-то приторной сладости. То есть это ни в коем случае не пуазон, от которого один раз понюхал. И правда можно умереть. Очень спокойный уд, очень понравилось. И первая мысль была, хочу еще в запас. Потом вспомнила, что линейка у Эйвена только появилась. Зачем хватать? Переживем пока с одним флаконом. Вот. За уд Эйвену спасибо. Очень порадовал в этом сезоне. Я очень довольна этим удом. Так. И у меня еще успели распробоваться два пробника, о которых, мое мнение, вряд ли изменится в ближайшее время. Это, как же он полностью называется? Глэм Стайл. Он, по-моему, так и называется. И Инстаглиц. Причем была страничка Инстаглиц, ароматизированная в каталоге. Сейчас глянем, как они выглядят. А это Глэм Стайл. Еще раз его открываю, освежить впечатление. Да. Вот там тоже заявлен Джасмин. Но я смело его попробовала. Почему-то в этом аромате у меня Джасмин не вызвал испуга. Наверное, потому что линейка другая. Артистика все-таки она очень насыщенная. Она прям такая вся не Эйвеновская. Видно, что потратились они на базы. А это вот такие молодежные флаконы. Видимо, потому что совсем не страшно выглядит. Поэтому открыла. И, несмотря на тоже заявленный Джасмин, взяла и попробовала. Чупа-чупсовая вишня. Вот сразу, как с первого затеста мне запахло чупа-чупсовой вишней. Или фанта со вкусом вишни. То есть, такая очень сладкая, гиперсладкая химозная вишня. Так, до вот сколько не наносила, куда не наносила, локтевой сгиб одежды, неважно, салфетка. Все равно вот это сплошная химозная вишня. Вот вообще больше ничего не слышу. Такое ощущение, что аромат со временем не меняется. Вот с утра нанесли на салфетку, к вечеру подошли, опять химозная вишня. Она мне в нем забила все. Поэтому, не знаю, рекомендовать, не рекомендовать. Берите сначала пробник. Глэм стайл. Мне пахнет чупа-чупсовой вишней. Точно такое на себе носить не хочу. Хотя вишня не противная. Берите пробник, а то мало ли, как вам покажется. Инстаглиц. Тут нам обещают еще и твердые духи, и красные ягоды, и ирис, и кашемировое дерево. Я его очень ждала, очень была заинтригована. Но вот это вот типично эйвоновский запах инстаглица этого. Типично эйвоновский, потому что, ну вот если сравнивать рядом с почули или судом из линейки артистик, вот сразу слышится, как сказать, качественное отличие, когда запах меняется. Он меняется сначала быстро, когда вот только вы нанесли на салфетку вокруг себя и там несете. Или вы нанесли на запястье, там походили, он через 15 минут такой, через час чуть-чуть другой. А тут вот действительно тот случай, когда за километр эйвон, вот можно сказать, что это точно эйвон. И сейчас при вас гляну пирамидку в фар-эвея, где что-то в наборах-то где-то фар-эвэй мелькал. Вот, и эйвон фар-эвея, это эйвон кланк, жасмин, ваниль почему-то классический. Я не знаю, почему меня вызвало такие ассоциации. Фар-эвея у меня где-то миниатюрка лежит, надо достать, обновить впечатление. Но вот типично этот инстаглиц, вот такой сладкий-сладкий эйвоновский аромат, малоиграющий, мало меняющийся со временем и со стойкостью у этих ароматов не очень. А про ут забыла вам уточнить еще один момент. Я его как-то вот хорошо так в течение дня несколько раз позавчера понаносила на локтевые сгибы, за ушами и прочее-прочее. В итоге на ночь, глядя, приняла душ с гелем для душа, мочалочкой потерлась. И что бы вы думали? Ложась спать, я обнаружила у себя на локтевых сгибах и так далее продолжающий играть этот аромат. Соответственно, та одежда, на которую я его наносила, все еще пахнет им. То есть наносите на шарфик, возможно, это его роднит вот с Амур Уд. Может быть, Эйван где-то разорился там же, где нишевая парфюмерия, закупил эту ноту. Очень классно сделанная. То есть раз в сезон брызнул на шарфик, и шарфик вас будет радовать теплой, обволакивающей, такой удовой меховостью, мягкостью, пушистостью. Я не знаю, как это описать, но при нем на шарфах эта нота шикарно играет. Отлично просто. Спасибо, что оставались со мной. Надеюсь, ролик не ушел в бесконечность по длине. Надеюсь, вам понравилось два в одном макияж и парфюмы. Хотя, может быть, зря сделала этот формат. Может быть, надо было все-таки разнести на два ролика. Напишите, как вам. Пока-пока.